Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что же мы видим Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Зевс уже скупился? Нет. Как ни странно. Не то забиндил. Скупился только Боречка. А, Боря, Ралли уже скупились. У Хаги уже есть вардулька чужая причем. Зевс начал закупаться. Жалко, он не выбрал альт-аватар. Тор, да, или как он называется? Да. А то этот, по-моему, чересчур унывый. Ничего, он смешная обезьяна, я не знаю. У меня к нему никаких претензий. И ПР без аватарки вообще. Только Мунквина, по-моему, с альтом. И то, не из дорогих особо, да? Сейчас одна. В одном из последних матчей, не помню, в каком, пассивку ТБ апнули. У нее теперь АОЕ идет не от него своего, а от цели, которого он идет. О, да. Это два патча назад было. И, конечно, круто то, что теперь ульта всегда работает с пассивкой. Вот это, конечно, очень круто. Там, естественно, если механику в пассивке поменяли, типа на кого он кастует, у всех кого ульта заденет, то пассивка тоже будет прокать. Угу. Ну, благо, я думаю, может, они думали, то, что у них... То, что Плага, Хага, как бы... Пофигу, но Плага динает. И против Мунки тогда динает, никто не будет, потому что лучше фарм. А у них чуть похуже, у это... У артиллерии. Ну, просто... Есть такое понятие, как hero pool. Когда человек играет определенными героями. Ну, вагон, он и Плага, и Хага, и просто играет. Ну, допустим, даже в черепоте у нас тоже самое пик... Был пикнут этот... Играйдер. Продолжим наблюдать за падением котов. Здесь три. Все хорошо у Хеллборна. Мурмик 0-0, о чем мне нравится. Фармит, наверное. Это сегодня ночью. Я на аккаунте 1500 зашел, смотрю против меня с ником Вагон Папка или что-то такое. Тоже 1500 новый аккаунт. И я же пишу, типа, Вагон Гнуты. Он говорит, да. В общем, там было очень лютое сражение. Эти ребята 1500, которые вообще не понимают, что происходит вокруг. У меня тоже было... Недавно добавилось фанатов. Я тоже недавно... Ну, как вы видите, у меня сейчас на аккаунте 1500. Я порадовался ресету статы. Поресетился уже раз 10, наверное, за последнюю неделю. И тоже играю на 1500. Тащу, как божило, 10-0 Дементед Шаманом. И мне говорят, вот мы вообще... Ну, 1500 ребята говорят, блин, мы думали, ты только стримить умеешь, шпилить не умеешь вообще. Не, ну, просто ночью у меня в команде был пандамониум со счетом 0.28, который просто не дал мне уснуть этой ночью вообще. Ну, у меня был тоже предатор 0.8.0, который так и не смог победить лес. Старые добрые времена. И рада пребеда. Когда в Competitive играли такие команды, как SK Gaming, которые еще были, там был парень с некомбдис, и он был на холбринге и закончил игру со счетом 0.44. Это Competitive, то есть это кланвар был. А как так получилось? Это было... Я надеюсь, не 15-минутная игра была? Нет, это была не 15-минутная игра. По этой причине он 44 раза издул. Но я ничего суровее не видел, чем такое. Да, в Competitive, наверное, максимум, что я видел, это где-то 25. И при всем при том, что это один из самых лучших на тот момент игроков на саппорте был. Я вас отвлеку от рассуждениях о том, кто сколько нафидил. Вот, заметьте, у Хаги закуп какой, наверное... А, нет, все-таки он что-то себе доносит. Да, да, да. Это интересно. Я думал, уже на ботов будет копить. Ты думал... А я думал, он донатор. Купил себе ветку, батарейку и все остальное раздал. Я, кстати, даже знаю, в чем проблема. А Бузма постоял на миде с Кристиной такой, не, все, я с ней стоять не буду. Явно проблема в Кристине. Пойду лес в Фаерберг. Да, неравную лесную борьбу пойду. Она лестхитит все крипы, все киллы, я не могу. И все киллы, да, лестхитит тоже. Еще, кстати, есть тенденции 1500 брекета, поскольку, сейчас я так понял, со статтер-сетом все там уже побывали. И я тоже недавно играю, Tempest, у меня берет 1450 пацанчик. Я говорю, только пожалуйста ему, в Тимспик, пожалуйста, не забудь заденай эти крипа, пожалуйста. Он такой, окей, хорошо. Я говорю, он спрашивает, какого, милишного или рейнджового? Я говорю, давай, наверное, лучше рейнджового. Он такой, да, да, хорошо. И пришел, стоять на миддлайн в лесу, возле Т1 Таура, с базилкой включенной. Постоял, постоял, вышел на линию, когда я уже взял второй левел, заденайл, в смысле, заденайл, забрал рейнджового крипа противника, подрался с братишками, там базилкой подпушил не линию и ушел. Это было очень круто. Со словами, обращайся, обратишки. Все нормально, да, я буду подходить еще. Не стесняйся, да. Кстати, я хочу вам сказать, что Тандербрингер пока не слабо агрессирует на миддлайне. Заправился он 50 копеек банками. Для этого и покупают кучу мэна прошлых. Немного агрессии, чтобы? Чтобы фармить первым скиллом и захаряется всех. Всех. Кстати, первый и третий у него вкачан. Я, кстати, не понимаю лишений по поводу покупок ключа, покупок тапок на карт, когда ты знаешь, что ты стоишь соло на соло. Ну, наверное, не был уверен, что тапки когда-нибудь появятся, а так все будут говорить, о, какие быстрые ботинки в плаграйдере. Это как я миддас сделал с перчатками. Да, это тоже удобно. Сразу инвестируешь в нужные вещи. Так что ж ты теряешь? Кому нужны ветки, кому нужен регент, там, статы, чтобы ласки... Вот к Мунке, например, у меня претензия. Вот куда она делает третью ветку? Будет, астралабу собирать будет? Или что? Ну, придется продавать, плохая инвестиция. Ну, если бы я был уверен, я бы сказал, что он дотер, а так нет, ему просто третий. У него просто, да, получается, как третья нога примерно. Ой, будет инвизик, будет, 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 что-то, будет, будет. Въезд по Тандерблингеру. Тут с одной стороны вышла уже Аферия, с другой стороны вышла Луна, и это Блад Ласт для команды Свард. Миледи мне поделилась, так сказать, Блад Ластом в прошлой игре все киллы забирала она, но этот раз подарила команде противника киллочек Миледи. Есть уже денежка на баночку у Зевса, и она к нему уже неспешно поехала. Кто, кстати, взял Блад Ласт, забрал его Крутио, Алуна аж с верхней линии топала, и это было оправдано. Я, кстати, думаю, насчет потенкового плаги, обычно и так покупают на храд, чтобы побыстрее поставить ватт, но при этом через 15 секунд продают, чтобы заполнить цену. 10, но кто-то может решил 15 секунд есть. Я думаю, он решил оставить то, что все равно в артиллерии думал, ластхит лучше сам по себе, еще 30 скил, если что, есть то, что он никак не переластхитит. Может, как-то так думал, а если что, может, ботиньковым сразу убегать, если что. Ну, против арты, да, надо убегать. Вот, кстати, мидл, мидл лейн уже проигран, вот это дабло, и сейчас стандарбниверы будут стоять, и что хотеть, то и делать. Ну, то есть, он себя крипову будет добивать, если ему нужно через молнию бить по лицу, а, у него странный закач, у него на четвертом левеле надо, или нет? На два, на второй, на три, ну, на втором левеле была вкачная пассив. тогда он может просто молнию кидать, спокойно, по лицу. Попытка въехать, и тут, как всегда, есть Офелия, и похоже, что попробует забрать честный сбаса, и так оно и будет, компел был потрачен на въезд, как же вовремя, уже второй раз, оказывается, низ рядом с мидл лайном. не получает фраги, но зато, я думаю, он доволен своим соломидом. Коты, тем временем, 15-6. Так себе дела идут. Правда, ничего не запушено, еще играть можно, а лейта артиллерия против лейта силка, посмотрим, что у нас покажет там игра. Попытка въехала. Тем временем, я по-моему, базиль купил. Сейчас прилетит с его, ускурируем. Из интересного, арта не качает ЛРМ. А это да, я тоже обоцел внимания. Я не совсем понимаю, но он хочет, видать, лейн контроль брать, полностью. Ну, с места с руки, там, бить, добивать, и так далее. Но это да, когда его пушить начнут, и когда дело до тимфайтов дойдет, он, наверное, их тоже будет с руки и птичками. А будет слабоэффективен. Ну, тут еще дело в том, что в лесу, как бы, пул заважен изначально, и есть еще лесник, темпес. То есть, тут у него нет саппорта, который ему сейчас лесно стакает, что он первым скилом все забирал. Дело не встать, темпеса. Самые, вот, по моим замечаниям, что я гссс, самые два трудно пушимые героя, особенно если не в одной комбинации, это армс и артиллерия, потому что армс банку разливает, артиллерия. Да, наконец-то уже его собственный, правда, его теперь заберут или... Нет, его не заберут, у него тапок, там не тапок. Ботинки, конечно, очень подло. Подло, быстрая обезьяна с ботинками. Поэтому, как раз, когда дело до файтов, до пушей дойдет, то у него просто будет и тычка, одна с руки на 70 демеджей. Не, я думаю, он начнет когда-нибудь качать долларом когда-нибудь же должен? У него сейчас уже фейсы будут. Нет, это атаку. Это будет, ну, значит, будет. Ну, самый ли классный вариант, что он тут собирать? Очень много сбивателей. Но тут ему вообще шумка будет нужно сильно. Угу. Иначе кайпой польет по лицу ему очень много. А вот и ульта, и фраг для ПРа. Нет, пока ульта отлетает рты и ПР на ботинках против пацана на ботинках. Будет через одну секунду контаджион, но не будет. Все-таки фраг, похоже, поступит на ПР, на Плаграйдере. Да. Видно. Почти... Я бы на месте Плаги пошел. У него мовиминспид побольше будет. Да, но он не знал, что он умрет, не хотел умирать. А сейчас, когда уже знаешь, что умер, конечно, хотелось. Да, он еще и добил бы. Он стоит на линии, на которой он может кушать крипов и добивать их. И ластить. И при этом у него шестой левел. У артиллерии шестой левел раньше, чем у плейграйдера. Но он... С недели с третьим скиллом просто... Ох, как мне нравится ралли это знакомство со второй молнией Тандербрингера. Бласт оф Лайтнинг снимает ему 60% х. Сейчас седьмой левел вообще он два раза ему даст просто. И все, перейдешь на базу или банку пьешь. Вот седьмой левел. Ну, инженер, дай, дай пуляцию инженер. Ай, фиговый. Ну, вот я же, как я думаю, сейчас процента 80 сейчас раз. Нет, это всего 40. Не усыпай, как минимум. Да, плохо. В артиллерии просто динаев прямо 20, а у плаги всего 9. И даже если полный экспутал не получалось с 20-ти... Аккарта седьмой, а с пыр пятой. Но это еще то, что тут килл. Артиллерия не умирала. Ну, то, что когда перед дальним героем динаевшки он всего 1 треть экспо получает. Поэтому здесь просто с третьим скиллом следили перевосхитила и по экспе выиграла. Опять знакомство с большой молнией от Тандербрингера и красная банка от Деспаса. Как раз речь идет о том, что на его перевосхитила даже там не потому, что у него демиджа от Бунтердауна больше, а потому, что когда у артиллерии есть какие-то статы и у него кольцо на армор, с которым можно измениться, то у плейграйдера тапочек. Кстати, давайте перечислим у меня такой вопрос из викторины, который не был задан на GSL. Было у нас 100 вопросов, задали мы всего 50, поэтому осталось парочку вопросиков, которые я могу чисто вам, дорогие мои, как астеры, задать. Вот, например, кто даст ответ, сразу говорит я. Какие айтемы в сборе по отдельности не дают демиджа, в сборе дают? Еще раз, что? Пожалуйста. Какие айтемы по отдельности демиджа не дают, а когда собираются, то дают? Я. Давай. Лайфтоп, монотоп, сустренер. Еще. Их много. Базила. О, хорош. И еще один. И еще один. Не Айл Скади? Нет. Нет. А помн дает? Пассивный демидж, по-моему, нет. А, там нет, она же. Она просто статом в огонь еще. Она и сам же собирается, сам же дает. Таблетка? Нет, она дает. Дает. Таблетка дает темидж. Нет, он только плюс статы, а не дамаг. А сама она дает. Таблетка, хорошо, есть еще варианты. Кстати, Скади, походу, и Айсбренд тоже ждает пассивный демидж. Да, да. Да, дает. Да, я про это и говорим. Ну, вот уже 4 мы нашли, а еще есть. Кодекс, по-любому. 400 пассивного демиджа. Ну, в кодекс даже едут. Бруталайзер. Доминатор, в принципе. О, 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 о. Да, и бруталайзер, и доминатор, походу. Висплин хелл, по-любому. Висплин хелл дает, да, и доминатор, и бруталайзер, и бруталайзер, да, башенный. Сейчас он убьет, а что такое? Короче, я выиграл Викторину. О, есть наконец ЛРМ, есть по плаграйдеру, но похоже демиджа нехва. Не среагируем темп, а вообще 0 действий. Вышел, помпо замахивался на Тауэр. Не, не, сам, сам миновато артиллер, но его явно убивал, прям, слоу на нем настакал. Ой, как формат сейчас промахил ралли. Мазал ультвай. Теперь кайф тут, похоже, раздаст у него манты. Это вообще. Что-то он делает. Лайсборд, армедийский суббиржа. Готовы даблкил для Тандербрингера. Лоуды выиграли, да? Лоуды еще играют в 28 минутах. 15-6 коты проигрывают. Би-и- hugs Топ-жучный Жрех делил огромную Тору легион Да, лоуды выиграли вторую игру. 2-0, 2-0 лоуды против Кэт. Ребята, я не знаю как и что, но это круто. Я их можно с этим только поздравить. Поздравить их можно, а так, на самом деле, знаешь, Ваня как любит говорить. Искается фраза, другой день, другая игра. Это правда, но, честно говоря, хотя я очень... Раз в год и палка стреляю, или ты как там говоришь? Люблю и уважаю котов, но радуюсь искренне. Именно искренне радуюсь. Да. Это как сказать, допустим, где же лоуды, может быть, где-то как-то выигрывали. Допустим, когда были серии G1, они, по-моему, не выиграли вообще ни одной игры. Да, на G1 они ничего не особо не выиграли, но в G1, тем не менее, не попали. Ну, то есть как бы... Ну да, это понятно дело, что они попали, как бы. Итог был такой, что любая другая команда попала, он точно так же бы сыграл. Да, теперь коты за третье место будут играть, получается. Причем с квамами. Да, причем похоже, что с квамами, очень похоже. 6-1 в нашей игре, и сваг уже 1-0 ведут, и им нужно выиграть только эту игру, чтобы попасть в финал, в котором не будет котов. И у свагов огромный шанс. Занять первое место даже. Даже первое место, да. 5 килограмм. Минус Луна, с другой стороны, Инженер и Темпос погибли у Легиона. Чейз по ралли ни к чему не приведет. Хотя он на обычных ботинках, а Тандер на монет. Компел в сторону. А Бузма забрал Ниса. 3 на 2 поменялись. Ну, благо, ульт неудачно отскочил. Сразу в крипов полетел там. И все. Там и остался. На Фелька уже ветер. Вот так вот. Рашил, рашил и готово. Да и Мун Квинн 450 гпм это не должно радовать сейчас. Да, причем Зевс не то чтобы самый активит. 0-0-2 у него. Для 13 минуты это достаточно много, поэтому... 450 гпм это вообще очень много. Готов фражулька. Мунка забрала Хагу как-то. Но это Хага отдалась просто. Хага отдалась, да. Скорее Хага отдалась. Гогрих, у тебя в чате фанат, ты видишь? Да, где? Гогрих, я твой фанат, пишет какой-то дуалог. Гогрих. А, дуалог, да, знаю. Он очень ждал тебя в эфире. Наверное, одноклассник его. У меня еще... Нет, какой одноклассник на школу закончил. Вот он мне еще в скайпе написал. Гогрих, звезда стримов. Ну, welcome, наконец-то, да. Давно, давно тебе было пора. Гогрих, звезда стримов. Нашел свое призвание, да? Ну, он меня на горько старше его выражается. Кто? Это Мунминдер. А, Мунминдер? Который местный. Ух ты ж, я думал настоящий Мунминдер. Ничего себе, Гогриха на русском языке хвалит в чатике. Ничего себе, не каждый заслужил такого. Да нет, я думаю, там Гогриха квартиру продал, чтобы Мунминдер ему... Что, передал шоутаут передал, да? Да, да, да. Причем он ему в буфер обмена вставлял прямо такие фразы. Пятнадцатая минута не за горами. Пять секунд до первой возможности консида. Хотя, конечно, Квама делать этого не будут. Но четыре с половиной тысячи золота и три тысячи опыта. Уверенно, заслуженно имеет команда SWAG. Зевс до сих пор не погибал. 6-0-2. У Квай на Тандербрингере. Ну и Мунка. Мунка не показывала себя еще практически ни разу. Вот кроме этого фрага на врач-траге в соло, особо Зевс команде нужен не был. Если бы не этот фраг, счет был бы как в артиллерии. Артиллерия, кстати, скоро что-то купит. Наверное, ну будет нуль стон. УПРчик, а некоторые проблемы, хорошая ульта пойдет. Заберет ли он инженера? Да, Тандербрингер поддержал эту инициативу. И все-таки один на один хотя бы поменялись. Инженера поменяли на Темпеста. Будет ли продолжение? Темпест, 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 темпест. Темпеста не догоняет никто. Арта без ульты и без ЛРМа, без ничего. Что-то не понял, как Хага умирает в соло от Мункаин. Ульта Бима хватает. Пытаются забрать Тандер, а похоже, что есть шанс. Да, всей строй на Кая. И чуть-чуть поздновато Алуна показалась. А там просто Мунквин подходит под радиус ульты, врубает ульту и сразу первый скилл целая секунда стана. Именно так он его уже и убивал. Уже 2-3. Кстати, обидно Рави. Не попал ультой. Ну, килл. У Мунки, наверно, там уже какая-нибудь геометрия готова. Ну, то есть, смотрю, голды нет. Курилей тоже нету. Ох, я только что сам себя сейчас вот корю. Отправил сообщение, прочитал и понял, что я такой вообще. Иногда делаю. У меня как ошибся в букве. У меня... Иногда бывает вся, хотя вообще русский язык я хорошо достаточно знаю, но бывает. Русский язык в совершенстве владею, да? Владею хорошо, да? Тарелька, уилька. Надо запомнить, что писать без мягких знаков. Нельзя, умом нельзя понять, нужно запомнить. Как-то так. Ну, карта сейчас хорошо проваржена. Хотя по тихоньку. Да еще, ну, как бы у легиона один вардулей. И все. Вот и геометрия. Ну, я сначала кликнул на Офелю рефлекторного чего-то. Думаю, неожиданно достаточно. А вот и No Stone. Но все-таки геометрия No Stone какая лучше, чем 0100 на арте. Да, попрофитнее, чем 0100 на арте. Да, и немножко ГПМ отличается 500 против 380. Все неплохо. Оп, въезд по Монке. Не успеет ничего она сделать. Прямо все там используют на нее. Даже инженер прибежал ульту давать на всякий случай. Геометрия не долетела. Хотя геометрия, наверное... Ой, Зевс сейчас, по-моему, делать небольшую ошибку. Именно Thunderbringer купил только что спалшарды. Нужны ли они в этой игре? Не. Конечно, нужны. Конечно. Это корайтон на Зевсе. Почему? Потому что уронами его... О, он самый-самый жесткий прокаст. Реально, вот спалшарды. Супалшарды обычно не собирают никому, кроме Зевса. Реально. Да. Как бы единственный герой, который мы собираем. Ну, правда. По сути. Раньше очень много народу собирало Пеблсона. Потом поняли, что его именно в кэрри потенциал раскачивает. Выгоднее и удобнее. И не то, чтобы Шарда ему слишком сильно бустит дэмош. Ну да. Арта ЛРМчиком сейчас зальется. Почти залила Офелия. Я думал, Офелия погибнет. Да. Я тоже, честно говоря. Проблема у Тандербрингера. Прилетает Граллит. Тандербрингера забирают. Неплохая, кстати, ульта от Иврачи Страги. Очень неплохая. Которая принесла им еще и даблтеп. Плаграйдера ульта никого не убила. И команда Хеллборна вынуждена рикероваться. 9-1 за счет пока что. Мунка им. Не вовремя. Не, ну темп остальные, наверное, заберут, да. Ну, как бы пару биллов пропустил. Да. В этом все. Надеюсь, ульпушка вставать. Сзади Аллуна задинаить готово. Аллу задинаили ульта от Энжика. Сможет ему-то его догнать. Нет. Нет, похоже. Хотя, хотя. Мана на пим нет. Угу. Действительно. Ну, чтобы развернулся и добил ульту его. Ульту лучше бы разбил, да. Я тоже так считаю. Да, не. Вряд ли бы он успел ее добить. Это же Мунка. Она пью-пью-пью. Да. Очень быстро. Да-да. Собрал. Низ ветерки. И бегает дует. И чё? Ну чё? Мувспит пассивный. Класс. А, ну да. Быстро бегает. Надо еще купить Энжайзер. 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 Тривела и Firebrand. Очень мне надо. Но Энжайзер тоже стал пассивным успидывать. Стал крутой вообще очень. Смотрите, это Б с инвизом из ДД. И да. Энжайзер сказал, что они не будут играть за третью. Энжайзер. По-любому. Это их поражение первое за сколько? За семь месяцев? Ну, у них бывало такое, что они... Не, ну по три они бывали, проигрывали. Ой, как больно въехал Дандерблингер, но пока без фрага, будет ли какое-то продолжение? Темпес рвется вперед без ульты, и мне кажется, что это может стоить ему жизни. Пока нет гега, очень-очень въезд без континюэйшена, это не сильно хорошо. Что мне спешно, и вот всех этих героев раздамажил только один Зевс. Да, никто больше ничего не... Ой, достался ему фражулька. Монквин все-таки отыграла, а то первая с палкой не попала по артиллерии. 34% hero damage. Ну, грубо говоря, 35% от всего демеджа по героям. Вообще, да, всеми десятью чарами нанесен. Да-да-да. Вообще жестко. Поддержу. Это единственный... Единственное... А, вот у нас, есть страдеби. Страдеби, да, это почти бы не хватало. У нас сразу кончится вышка на медиа. Пытаются сопротивляться, как могут, но дается это не сильно хорошо. Гега по иллюзиям. И с Таура мы попрощаемся. Помогает Зерд заранее, Динайд Тауэр сильно заранее. Минус Тауэр. Ульта АПР атак на всякий случай. Это был, по-моему, отыгрыш за ту ульту, которая неудачно пошла в прошлое. Это было хорошо. Фабулас. как я больше понравился, Кристина такая стоит своя, а, ну хорошо, ну ульта, ну ульта, ну эй, и Ралли тоже, у него все, все с тела и вен, так, а ну ульта, ну ульта, ну ладно причем, знаешь, такой плаг уже думает отходить, такой думает повернулся, плю на КМ напоследок, он думает такой, ну ближайшие секунды 90 файтов все равно не будет да, кизак попал или там как пролезет еще пролезла хорошо ТБ сейчас будут третьи шарды, наверное, уже есть регион в банке, легион добивает последний Т1 Тауэр и уже 3 Т1 и 1 Т2 у них есть, хотя с деньгами это не очень заметьте, в суматохе Офелия поставила фрагам на базу Варта, они его только не сняли в обмен из другой стороны, темпы, если что есть ульта, он варит землю, мунку вовремя подняли и отправили домой хорошая игра, очень хорошая игра да, одни Санжи хага куда ультанула хага ультанула в никуда, и темпест ульту тоже в никуда, миледи забрали тем временем сзади вся команда ну а мунка купила дэнсинблейд, это уингбоу буквально через тысячу денег не получится ли, сбили ульту ралли биг джукс есть вражонок, темпест, портал кейуэй прятаться, прятаться вот консид от легиона уже поступает ну да, переиграли карбик пишет эггвп, их действительно переиграли это победа команды SWAG и значит, что они проходят в гранд финал где на удивление в этом турнире не будет команды Кэтс будет игра команды SWAG против команды LOAD которые Кэтсом обыграли только что 2-0 и мы как бы пытались поддерживать вашу информацию информировать о боже информировать вас, дорогие зрители с тем, как это все происходило но по итогу коты проиграли 2 игры думаю, там сейчас на минус морали у них все очень плохо и вроде бы они даже не хотят играть за третье место ну а мы через какое-то очень недолгое время будем ждать игру команды SWAG против команды LOAD в пределах финала турнира G7 номер 24 и надеюсь, что мои состримеры никуда особо не разбегутся но время на кофеек минут 10 у нас у всех и у вас, дорогие зрители точно есть оставайтесь с нами скоро смотрим финалы в которых не будет котов вот это будет круто спасибо и спасибо 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 спасибо